всем доброго дня немножечко вам расскажем про пролеты многие задают вопросы почему у вас метровый пролет но быть в точности это идет 960 960 миллиметров между арками почему мы так делаем мы делаем по одной причине у нас идет толстостенная труба то есть это полтора миллиметра на несущих а то есть вот если идет 20 20 на 40 по госту она идет 14 если 20 на 20 это идет полтора там плюс-минус по госту у них есть допуски у металлургических комбинатов то прокатывает трубу если кто-то говорит что что у вас там не выдержит так я вопрос задаю всем производителям и клиентам задайте вопрос почему делают они шагом 06 то есть 60 сантиметров или 50 но при этом не дают никаких гарантий если они делают такие мощные усиленные каркасы то почему нет гарантии на теплице если мы даем гарантию 10 лет без ограничения по снеговой нагрузке это о чем-то говорит если кто-то все-таки хочет потому что ну смотри вот эта каплевидная форма на ней сверху снег не держится смысл ее делать ряды прогонов нету то есть только образуются снеговые мешки по стенам вот в этом месте мы рекомендуем добавить еще один то есть сделать еще одно ребро жесткости что в этом месте не образовался мешок снежный на арочных формах если мы берем арочную форму делается в коньке то есть вот у нас старого типа мы еще и не разобрали это все уже продано по акции такого типа белого 70 35 и зеленый даже ставится вот такой дополнительный прогон потому что на арочных теплицах образуется шапка снег не съезжает почему ломает арочные теплицы добавляются что вот здесь не образовывался мешок снежный добавляется прогон ведь и дополнительный мы можем установить на любые другие теплицы но нужен размер нужен размер то есть добавляем здесь прогон здесь фрамуга стоит и грубо говоря здесь прогон то есть в верхней части варочные теплицы мы рекомендуем добавлять вверху прогон на каплевидное мы рекомендуем добавлять прогон по нижней части но многие заказывают и на арочные внизу у кого рядом забор или где нет возможности почистить снега чтобы даже вот здесь не образовывался мешок так сказать увеличить жесткость дальше я мысли берем форму форму павильона который тоже естественно лежит снег у нас даже метровый но у нас тут идет усиленная стойка например нового типа не 40 на 40 и цельно сварная то есть ему возьму привлён 3 метра шириной обратите внимание внутрь зайдем получается стойка 40 на 40 и ферма цельная эти тут она на две половинки разбирается все то есть конструктив выдерживать любые нагрузки и соединение идет жесткая то есть идет прогон с такими приваренными пластинами раз узел два узел получается жесткий жесткое соединение никакой не крабовая не винтовое вот именно где 40 на 40 идет такое соединение эти везде и тем более вот эти отверстия все подкрепления этих прогонов связей уже вот эти два отверстия просверлены то есть саморез только загонять саморез идет пять с половиной сверлиться на 3 3 сверло чуть чуть поменьше вот и все так что если кто-то делать шагом 50 и 60 сантиметров но почему-то не дают гарантии задумайтесь из какой трубы они сделаны из 0 6 из 0 8 максимум один миллиметр потому что себестоимость очень сильно возрастает и никто поэтому гарантии не дают потому что все делают из тонкостенной трубы это экономика чистой воды вот и все всем хорошего дня пока пока